Нас окружили три машины и просто за руки взяли и сказали военкомашину. Ебать, это кто такой? Уберите его нахуй отсюда. Я еще завтра пойду еще боком там, да, около ГАИ. Я не буду твоих телок фоткать. Я должен просто прийти в главную управление ГАИ и извиниться за все, что я делал в своей жизни. И мне дадут права. Я на натуре адекватный. Мне все начали говорить, ты что за пизду топишь? У него все машины это орудия убийств, сотрудники бездействия. Меня только выпустили со спецприемника. И прямо у спецприемника опять же стояли сотрудники. Да ты знаешь, дохуя подкатов, нахуй мне это сейчас не говоришь. И вообще мне просто полгасишь. Ну да ладно. То есть я бы играл с пророком, что нахуй мне еще и рекламируют, что там не проверяют. Правильно? Друзья, всем привет! Это холостяцкий стол. И сегодня у меня самый скандальный автоблогер России, Гоша-248. Здорово, брат! А, брат! Как ты тут дуешь мне в шейдует? Да нормально, брат. Куда смотреть на тебя? Туда-туда-туда-туда. Куда хочешь? Куда по кайфу. Да нормально, как-то делать. У меня тоже нормально. Ты меня сюда привел, я же застислялся. Как-то в камеру включить, брат, я застислялся. Ладно, сейчас дайсяду поудобнее. Все, черка. Блин, на самом деле, брат, не готовился. Просто, позвольте попиздеть. Просто, брат, эконом не готовился к чему-то. Не готов, никакие вопросы. Просто мне было интересно узнать, ты же отсидел. Много раз. И помню моменты, когда тебя крепили уже, то, что у тебя нет военника. Да, такое тоже было, брат. Такое было, что, брат, ты неправильно сказал. Ты же не то, что военника нет. Если ты добавишь ставки, там сказали, что поймали за тонировку и отвезли в военкомат. Брат, чтоб ты поймал, нас окружили три машины и просто за руку. Взяли, сказали, военкомат, что ты поймал. Меня довезли три машины, экипажа, 20 сотрудников. Человек, ну, ладно, не буду врать. В семь привели меня в военкомат. В наружках я вот так стою. А что происходит? Типа, ну, вот тебе в армию пора. Ты будешь решать в армию? Мне пора или нет? Хуй стоит такой еще. Ой, мат, нельзя, не знаю. В армию, говорит, тебе пора. Я говорю, брат, а как это не работает? Типа, что в армию? Или звоню там адвокатам всем, даже уже с улицы, потом человеку знакомым. Он говорит, ничего не подписывай, я сейчас приеду. Я говорю, хорошо, давай. Приезжаем, он приезжает в военкомат и к сотруднику подходит, говорит, протокол задержания есть? Он такой говорит, нет, вот человек в армию. Он говорит, ты кто такой, чтобы в армию его доставлять? Военный коммерсариат. Он говорит, человек сюда своей есть в воле пришел? Нет. Я говорю, ну тогда пусть, что сотрудники протокола задержания, они отказываются. Он говорит, наручники, прямо сейчас здесь снимай ему, этот в охоте. Он говорит, как снимай, нам дали указание, его въебать. Ну давай мы парой армии не будем, вот и не дай в охоте. Вот, и там же на месте меня отпустили, потому что это было брат незаконно. Но потом я сам пришел, меня уже там не ждали. Ну, когда просто в военкомат. Это просто показуха была, силы доставить. Ну, это неправильно, так это не работает. На людей, что вот мы вот взяли и его отправили. Даже сейчас, что происходит в стране, так тоже нельзя делать. Вы наоборот показываете, что вы людей не своей силой отправляете, да? Потому что люди сами должны идти. А вы заставляете их. Ну, это же неправильно, брат. Как бы я не лезу в политику никуда. Ну, просто на тот момент это было неправильно, брат. Я же не какой-то тип с улицы обычный. Ну, в том плане не то, что такой же обычный, я имею в виду. А не такой какой-то бич, там, не знаю, что вот просто вот он на улице лежит, блядь, его надо куда-то отправить. Ну, так это и выглядело, что меня хотели просто куда-то отправить. Все, а куда пофигу. А по итогу, что вообще, сколько ты? Сколько за свою жизнь не отстал? Нет, ну, у тебя, вот я помню, что... Нет, давай, ты неправильно, что задаешь вопрос. Это ты знаешь, которые были по новостям. Ну, у тебя, у тебя в сторис видел у Алины, когда тебя уже, вот те освобождали. Это за что? Это последние разы за то, что, ну, там написали, что, ну, ты даже видео добавишь, тоже я тебе могу скинуть. Там было, что меня остановили, я продулся. Мне говорят, поехали подписывать, ну, 0,00, поехали подписаться. Я говорю, поехали, я только за этим. Ну, я всегда, типа, ну, не против этого, я всегда за, чтобы показать. И приезжаем в отдел, и меня, ну, ждать, говорят, вот здесь, там, где клетка. Ну, я жду, как дурак. Жду, жду. В итоге, через 5 минут сотрудники уходят, я подхожу, ну, там, к сотруднику. Я говорю, а куда они ушли? Так вы задержаны. Я говорю, как понять задержаны? За что? Ну, вы отказались. Я говорю, дайте мне телефон, я позвоню адвокату. В смысле, от чего я отказался? И чтоб ты понимал, меня вот все, и так по этапам отправили. Просто вот тут я уже понял, что на секунду могу ответить, да? И все, и там уже, братан, была, знаешь, что там уже в натуре государства. Ну, как бы тут уже, как бы правильно Эрик тогда сидел, как бы ничего не сказал. Ты ничего не сделаешь, братан. Я вышел, меня только выпустили со спецприемника, и прямо у спецприемника, опять же, стояли сотрудники за штраф, который у меня был в 2010 году. 500 рублей не оплачивали. Мне тогда паспорта даже не было, блядь. Я стою в вашу честь, говорю. Клянусь, говорю, если вы сейчас меня за это посадите, я, ну, я не знаю, что делать уже. Ну, это из натуре уже, брат. Брат, штраф в 2010 году, 500 рублей. Паспорт, подожди, как мне штраф выписали, думаю. Ну, ладно, ну и потом все, пришлось бы, как бы, просто после всего этого, когда меня выпустили, был такой разговор, очень серьезный, с очень серьезными сотрудниками, и там дошло до такого, что надо было приземлиться, иначе буду брать. Так, потихоньку приземлился, на время ты там. Ну, я просто объясню, знаешь, все думают, что я что-то нарушитель, какой-то же, что ты показываешь пример. Дайте права, не буду показывать пример, что я здесь без права. Зарай, ты меня гасит, что я показываю пример вождение без прав, что я могу выебываться. А я говорю, вы же мне сами не даете прав. Меня даже сейчас, чтобы ты понимал, запекай это чуть-чуть, файл на момент. У меня, у меня не было никогда прав, ты знаешь, это прекрасно. И меня, я почему их не получаю, я их принципиально же не получаю, это можешь распекать, я их принципиально не получаю, чтобы меня не могли лишить за мои дела. Но они, знаешь, что сделал, раньше мне выписывали 5000 штрафов, всегда, у меня было больше 105 штрафов, но все оплачены. Но суть, они в 2018 году запретили досрочно лишать людей прав. Они меня лишили, недосрочно они мне запретили, сейчас я тебе скажу, как называется, блин, бумажку забыл взять, снимать все, что связано с транспортной деятельностью на 2,5 года. Прикинь, такого даже нету закона, брат. Ты прикинь, у меня гащик тормозит, говорит, вот пробивает меня, и тут, говорит, у тебя что-то красный, говорит, ты типа то ли лишенный, то у тебя даже прав не было. Он сам в шоке, понял, когда меня, если есть, кто хочет меня оформить, они никогда начинают прыгать, они мне говорят, что это как-то так, говорит, даже сами звонят дежурку, 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 говорят, так у него нету прав. Мы его остановили, и тут горящий интерес конопои, если договорись, убирать телефон, он такой, ну да, да, да все нормально так, теплец. Да, даже я вот смотрю на твой, ты с кем бы ни поехал, ты его водила всегда крепит. они создали ригу это какой-то это рига это следить за всеми блогерами за всеми и только есть у какого-то блогера есть нарушению через пять секунд ровно пять секунд они начинают ехать за ними но это нормально чё ты какие проекты вообще ближайшим ближайшим но мне сейчас есть много у меня есть и короче одну машину взял давно ты посмеешься запекай да ты видел я же новую специалишь обитание не знал вообще не бэхо стоит другая бэхо стоит ламба стоит вот стоит все основе джиги стоят все стоит ничего не могу делать ну пока щас вы к свыка обговаривают мне позвонил в к говорит можешь приехать к нам на этот на ленинградку приехал к ним там обсудили хочу вы как гараж создать полу им круто и я себе чтобы там делать проект поручи youtube уже точно не варик потому что проблема с ютубом а вы к гараж показать у меня сразу брат поешь мне все машины стоит я не значит вообще ничего не знаю я живут на этом специально аварика нету брат зато никто не знает что я езжу на кутуз заворачивали а там как раз меня здесь крепили на кутузе сюда и он такой смотри смотри выпалил у тебя сейчас вообще у тебя уже готов проекты не можно двигаться да не у меня много мне почему бэхо стоит другая бэхо стоит вот уж этим показал с гцм будет час ламбу доделают это это я почему собрал ламба суть была такого нет ни у кого ты прикинь как дети радуются просто ты приезжаешь 3 колеса на рука это такого нет в принципе ценники стоят у них лям 700 лям 200 я просто собрал для себя где-то купил от них запчасти где-то так но все равно это очень дорогая фигня ценится очень сильно у тебя красивая да еще цвета выбрал бы ваш на я еще красил выбирал ксиролик блестки выцеливал неделю и знаешь как мы собрались тут недавно дни рождения там много в разных блогеров был карина капица знаешь может и люкстве у них там на ю тубе по 15 минут и они там сидят и смотрят на меня это говорит гошу ты не устал я уже ну так ты устал 1 бьет в грушу миллиарды просмотров палочка ходит миллиарды просмотров и я который пять месяцев что-то собираю потом выцеливаю гаишников ловлю их получаю чуть хайпа отсиживаю а потом только видос выкладываю я горшок один ролик с этим надо выиграть по 5 секунд 5 это сгружено миллион просмотров но короче как пообщались ты чё расскажи ты чё решил почему подкасту эти не знаю понял что то просто к думал сидел на чит на youtube снять подкасты сам простой просто решился попробовать в роли эту просто интересно интересно понял пообщаться людьми на камеру без камер общаясь а тут решил просто на камеру пообщаться сейчас тусуешься это самолет все с того момента завязали не с того ну просто в определенный момент понял что братан слишком дорого не это поняя имею в плане там куда-то ходишь заведение типа дуб тебя сюда не клуб и даже халма вот так в клубы хочешь вообще здесь клуба мне как хочешь ну да нормально смотрящую какой помните даже выбрать там где вы какие-то здесь москве вообще симпатизирует клубы где ты прохожешь обстановку вообще вот золотой завод это как бы знаешь позавчера но когда позавчера в субботу была суббота прижима у нас там певцы по всему слышу может от ее харизму там стоит я так стою думаю я зайду туда точно завтра и вот так стоишь и думаешь себя зайти не зайти зайти не зайти есть же так всегда если бы не надо было никуда брата за 6 если бы мне наверно дела строились был там с понедельник вот по пятницу я работаю выходные отдыхают поняту зашу меня очень по-другому мне приходится в натуре каждый божий день что-то ну придумать бля потому что как только на 12 тормозишь ты уходишь за глупо ты уходишь гуляешь до 3 дня неделю отдыхающие все ты проигрываешь вот и все поэтому тормозит если тормози что на хочешь все это начинает вот на год проебался спасибо все проебал все чтобы в моей жизни я узнаю тот период был да когда да 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 это знаешь когда ты ничего в жизни не имел вообще ничего а тут 20 резко вот блядь ты ну происходит дело где я заработал начал все это снимай была бабла года три прошло все все было хорошо в жизни потом ты вот блядь познакомился тут 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 за всеми ты будешь и ты все проебал от жизни вообще все и сейчас обратно понял ты же не как ты же думал что инстаграм завод когда-нибудь ты должен будет супер нам и пьет наш когда у тебя сторис смотрят на 120 130 так все было хорошо или знаешь там как берем вот я ездил по всей это россии по городам да я вот допустим приезжаю сейчас в рязань мероприятия провести там где ебать миллионы людей бывают я приезжаю туда приходят люди дохуищ людей блядь ну типа вообще вал пиздец просто все равно нет но все равно их не друзья говорят ваш вот типа мы даже не знаю что ты приехал то что на заживе пена нет понимаешь вот так и типа ну не допустим обидно становится где-то я всего все россии был ну блять во всех городах делал мероприятия и узнаешь и все равно я же вижу то что аудитория они как бы хуй забили на этот инстаграм типа и пен пен вот ты сейчас сказал типа был во всех городах россии вот назови город где самые прям такие ну самая масштабная шкода со мной был сладко было блять наверно рязань и тверь блять я тебе просто покажу пример даже возьмем братом смотрим просто покажу допустим да возьмем да ты можешь ты сам был с нами не должен гонял разы с нами все покажу допустим возьмем ты наверное резан брат больше и наверно не будет людей там было людей пришло для больше 7 тысяч пиздец вся резан пол пол вся окружность резали братан но я туда все . это пиздец про там там встать нигде было там люди вообще там город отрезал городу думали что бля не знаю тут что-то случилось блять я не мог брата что ты про мое именно мероприятие как прошло не объясню что было там от сервисе мажь даже братан я вот с утром приехал туда и до вечера я просто так я не отходил от машины не мог даже я даже вольную ни разу не дали я даже приору ни разу не включил ни разу не успел брат невозможно мы там делали автозвук открытие брат вот так стоял вот клянусь вот так вот ну ну и за это я люблю люди вот они они приедут в любую автобезумие автобезумие сколько народу это мероприятие которые люди готовятся весь год чтобы приехать вот к нам и вот так вот чтобы просто горши прошел сокол машин потому что бронами весь год это бля у макана мероприятия 60 сколько там 60 тысяч у нас более сколько были 5000 машин только там люди с утра пробки стоят дмитровка вся стоит братан это страшно блять люди до обеда только заезжают с четырех утра с 4 утра брата до обеда только все заезжают на эту площадку ты прикинь это детский пока эти все два дня мы собираем это все аттракционом от раза раз там тут тут все тяну это очень брат она не весь год готовится они готовы вот раз в год потратить ваня 668 возьмем ванечка привет пацан собирал свою машину 20 колеса также приору блять приору вез ее были автовозом там тем тем чтобы просто приехать люди сургута приезжают своим ходом ведут отправляют машины на поездах братан это натуре такой мероприятий которые они весь год собирают чтобы в один день этот всем показать братану там реально духу я люди и я знаешь с каждым годом вылечить уплакать не хочется братану там пиздец это видел у тебя период был когда ты ругался с организатором брат но потому что никто не ценит то что ты делаешь я думал и вот когда ты поругался я думал ты отошел я никак не отойду это знаешь почему потому что я уже туда влез люди едут половину людей чтобы увидеть да узнать ну а мне я знаю доброт как я еще составлю они каждый они весь год правда люди миллионы вкладывать свою машину что провести показать ну как я тогда я поругался из определенных своих то что люди деньги деньги кружат людям голову запомни это всегда вот и все если никогда не видел этих денег поза что я мне очень не всегда было похуй если нету и так без них проживем чё ты сейчас у тебя день духа ты себя хорошо чувствуешь вот я также а вот других понимаешь много людей денег нет все пиздец значит ну блять все блять надо кому-то чуть ли не поругаться с другими чуть люблять там нельзя из кому-то подлянку ну блять такие вот знаешь есть люди вот мне допустим такое неприятно то что я даже ничего говорить не хочу а просто отхожу всегда ну блять здесь я вижу что блять людям бабки важнее чем вот как допустим я почему бля всю жизнь эти сходки делаю братом потому что мне кайф мне кайф на весне и бля я собрал один день за пять часов выложил блять историю блять там людей приехал больше чем кому-либо кто за год соберет блять историю блять блять столько людей пришел просто на приору посмотри братан ты блять в натуре ты устраиваешь отмирать от для себя я с этого умереть 100 рублей никогда не заработал брали только сижу проебу вот ну ну как блять короче хуй знает из-за этого я с автобезумием знаешь вот год назад я не поехал там ребят 6 часов половину уехали города скучно делать нечего типа в этом году был мы там вообще поругались там чуть-то там они до драк никого не дыхали вы чё помните все во братстве блять все люди блять их в этом году можно будет автобезуме да ну блять знаешь медведя отошли а второй пацан кто еще третий с нами вот у меня за гербордами вместе мы точно провести моя приеду выложу stories не нужны деньги вы я просто выложу что ребят там где обычно автобезуме все точки гонишь или как приору нет все объясню почему приору но там это они такие и негативные и то есть они все все credit в любом случае он пока так ассоцией район который то есть они не торчит вот сюда она немножко подражает вот это все вот которые они дают не так кушать потому что вы в этой регионе в этой регионе они не призрали с них ты предпочтенешь как приоружая так называя поиска ликвидами который это делать но нет они не те кто конкретно то длине сделает что голова ты смесь под bail тимонно вывели брат просто извини за это блять дети брат что ты был маму они говорят мама подходит сколько стоит я уже да ничего не надо не так подошла от она потоки на не был вот еще не было брат я просто одна боюсь мусора мусора да они они там стоят 100 100 процентов а ну я очень хочу я уже даже прицеп придумал пойму придать туда там поставить но есть одна проблема они думают что ментов 1 я им должен доказать что бля там самодея половина то все либо они пропишут как блять право я ему сказал есть одно решение есть решение одно я должен просто прийти в главную пробега и извиниться за все что я делал своей жизни и не дадут про принципиально это брат какой я еще завтра еще подвищу богом ты рядом с живешь нет просто я выезжаю для и если вы сделать типа как типа квадрик это там же провалившим не знаю люльки сидеть будешь я каждый раз если кто-то я вас на районе запекай вот и как бы ну они точно хорошо чего тебя там по личной жизни есть и рассказать холостой ты сейчас мне кажется после этого подкаста то что мы просто это холостой ли еще мне я тащу знаешь ну бля за счет объясню просто такое брат бля не был девушки поговорю это такое за что такая жизнь каждый день я живет каждый день их много их очень много нужны ли они тебе вот тут вопрос понял ты ты живешь мальчик каждый раз новом видел то что ты объяснил слушай объясню есть одно с кем ты хочешь вот допустим за кадром живешь человек вот такого четко я позвал для себя ну блядь как помню ты его взять куда-то можно это не для каких-то целей а других ты берешь чтобы никто не знал все вот так я смотрю те что там люди были на подкасте некоторые не буду называть так просто да да друзья мои хорошие старые смысл хотел сказать забыл ты никогда значит обещал был отказ в в ладно девчонка сейчас я объясню бля очень хороший человек очень хороший она еще фотограф девочка все прям все вообще прям идеал ну смотри слушай контент сам знаешь там жопа всегда есть и это она как фотограф я говорю хочешь пойдем поехали там теме ну солнечку соня все знать поход когда я не буду твоих этих бля ты ты ходишь кушать за что ты кушать да там там то все поняты подарок то на образа да ты делаешь же течет я же тебя с собой берут идем вместе до контент сделал ты мечтешь они будут наху ты-то иди наху ты наху ты наху ты не нужно дальше бля куш ты хочешь хорошо а бля пойти контента ты не хочешь но не прав тут же поддержку решает брат если я в чем-то не прав скажи мне ну типа или там за что там там некоторые бабы я хочу в клуб да еще хоть как есть бля кто мне захотел комментарий для чеху девчонки или пацаны все пацаны чтобы найти поискем пришел один тоже для чего они одеваться красиво они у них предлог танцевать брат для чего они одеваться красиво что-то цепи для чего одевайтесь красиво вопрос просто интересно в клуб для чего как для себя лишь ответ мудрый женщина еще я тебя видел в сторис ты недавно ты какую девчонку отметил какой уже точно не пошел брать от еще пять тысяч четыре я думал десять четыре семьсот два четыре семьсот жестко на нее нажал на нее нажал 23000 вообще представляешь брата ну ты видел ее форму ты видела форму просто да пиздец но она запитно на наброс такого знаешь ну просто бра объясню мне не шалка она же мне принесла контент и чего не может быть ну знаешь там она все сделала почему я могу это и зашки там все-таки некоторые пишут зачем-то для брата на вот контент вы же сами на ней будьте потом дождите и говорите по хочу ты хочешь продюсером девчонок быть добра очень много предлагает и к и предлагает тебя ты очень много кому аудитории привел из девчонок а ну брат потому что они все хорошие ты знаешь у меня нету плохих но все хорошие обещал они же приводят контент брат просто они знаешь девочки некоторые не буду называть имена до девочек позашь и одна девочка мне только понравилось правильно сказала вот я там у неё ночевал по ним и она сфоткается там с машинами но там неважно это про суть там пол голая может ну как не без него голая полностью а там там купальники да и брата я тебе скажу что она зарабатывает сколько денег пиздец я охуел просто когда я еще отметил ебать ей там людей она гордия твою просто отметки заработала себе члены на баху нового она в натуре по и знаешь все это называют шлюха поняты кончено типа вот так фоткается хуя ли она конченая брат ну вот я типа такого я там семью ночевал братом чуть не в 10 дома должен был быть она адекватная она просто вот у нее такой вот она фотка зарабатывает с этого ну и бля я тут иной раз думаю бля братан как вот люди мысли по мышлению людей не понимаю все хуесосе девушек которые выкладывают красивые фотки а кто-то блядь сам себя сбил подожди разговор ты не обойна ты не тоже до поняли все суть просто понял что я не считаю таких людей кончены дальше который ну есть же такая хуня ты сидишь компанию зачем я просто ебать я их отмечаю и там да вот она конченную скульями на конченную что выкладывать и фотку зашут у меня вот просто позачем об этом разговаривали и мне это задело больше макинтов зарабатывать и все зашли на раз приходишь где ноги раздвигают за день а то девчонка просто фоткается блядь ну типа я на натуре адекватное мне все начали говорить я говорю я не то плюсы я просто говорю суть пацан нормально это ну типа они там полчаса еле общались об этой хуне я говорю бля пацаны она в натуре просто фотка зарабатывать больше чем шлюха сидит за деньги ну блядь не читаю то вот блядь неправильно себе гулять и глядите нахуй просто мы там поругались на часа два бля отвечаю со всеми меня тоже загнал теперь сам себе хуйню сказал что там послушай даже ты тоже ваху я согласен в этом я запиздил я сейчас уже сам заблудился в своей чугаре полет для облеза гнала ты как ты считаешь чтобы кто более преданной пацаны или девчонки плане отношений вообще всего блядь да братан да знаешь я тебе скажу если вот мы пацаны да как есть говорить как бабники да вот эта вот хуйня если находишь одну ту самую единство ты хуй ей изменишь когда вот ну мое личное мнение ну если ты так сделать а вот бляж женский пол знаешь я тебе объясню мы изменяем не мозгами понял мы просто идем пихаем один хум и любит свою девчонку понял мы просто идем пихаем ну как есть а баба если изменит она изменяет мозгами братан если она делает это она ци сука скажи что неправильно для тебя просто нету нет это неправильно все человека здесь но все равно давайте так правде в глаза даже каждому человеку который я тебя сейчас ты куда дернулся люблю этот брат скажи честно у тебя есть девушка ты любишь да своими каждый пацан изменяет почти 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 все ну почти я сказал не все сюда даже если у них есть любовь ты ты же не можешь приди свою девушку как ты блядь как мы там нет конечно не можешь брат поэтому я тебе говорю и суть ты же один хуй придешь сюда и ляжешь сюда домой спать понял и сделать так чтобы она не узнала понял вообще никто блядь если кто-то изменит никто об это даже ты должен знать бывает такое а девушка когда изменяет она мозгами изменяет я тебе клянусь и поэтому для меня мне кажется самый страшный к девушку самая стремная брата защита это уже понял ну кто бы че не искал это так будет ну лично я такого что мы блядь я ли каждого пацана пойму который любого пойму ну девушку не пойму брата хоть уверен ну блядь это не сука отвечаю я просто а девушка пойдет переспечил а че он не влюбится у него понял суво это вы что брать я тебе объясню вот числе у меня и были долгие отношения чтобы давал девочка была девочкой очень первые 10 переспали очень все было хорошо долгое время просто какой-то момент спалился вот и все понял сам никогда в жизни ты зашли палился очень кажется тут бля косяк просто произошло не то не в те ворота зашел не в ту дверь ну да вот поэтому бля брат я все равно скажу что пацаны верный по-любому брат как бы если он выбрал его водилку за нее он будет а девушка если она изменить брата на над мозгами ты думал сто процентов эти гру ну как бы поэтому если пацан именно влюбляется в девушку то блядь давай знаешь ты можешь вспомнить любой самая ну ты же на свидание ходил девчонка ну да самое кринжовое там свидание у тебя было который тебе стыдно ну стыдно стыдно за свидание что-то ты сделал такое что я чтобы за ну чтобы я сделал или наоборот девчонка на козел стыку как мне сейчас стыдно напомнить что ты стоишь мозги заебал не был я чтобы ну точно не по ну да хуя на самом деле просто не помню как иметь объяснить ситуация ситуация была бы девчонка что вот стыдно было за одном саду саду сидишь за другом другая который ты вчера виделся да хуя ситуация была ты просто куда идешь да бля брат не знаю как тебе рассказать ну-ка рус напомню еще чуть не было всех жесткий надо жесткий как не хочется упал я просто я вообще есть и какая-то просто были духа по ну я вообще даже ты сам значит не покажу неким там никому плане не то что она не красиво а то что понял допустим я если куда-то приведу кого-то с кем-то познакомил братан это сто процентов ну я значит к этому человеку ну не просто переспать помню типа ну адекватно не могу ты сам знаешь если какую-то блядь взять и идите выяви так что никто об этом не знал наша каждая девушка даже сколько раз мы помнишь набрали туда на хату каждая девушка снимают что-то палит помню когда-то что-то деле стоишь и да который наху никто не должен знать поэтому только адекватных ты берешь куда-то в узбечку можем позвать где ты можешь тоже как ты подкатываешь девчонку вот интересно сам его твой такой прям подкат за который прям горд ты всегда мартыш каждый мне все стоят горят можешь подойти к нему нужно еще кучу специально номер говорит идиозе это бля ебать у ореха так стою потом смотрю на нее смотрю смотрю сары я такой думаю для подойти не подойти дым подойти не подойти идут пацанчик у нас подходит берет эти грамм поля думаю его отрезка полюбилет а потом она уже сама подошла пакать просто в ребенку и метод что-то такая ну ладно и тут меня больно блядь да бля разный подкаты брат снашка я никогда не молчу я не могу пойму знаешь как только начинаешь грустить или что жизнь не так как хочешь ты проводить ты знаешь меня никогда не стесняюсь никого в жизни не стеснялся не боялся вообще ничего мне похуй сюда шучу налево-направо подошел подкатил не нахуй послала я вы если она скажет незнаком здесь нет ничего обидного правильно ну не познакомился не познакомился главный брат всегда харизма вообще за кем наблюдаешь за каким был мир вообще наблюдаешь чете интересен контент больше всего я всех знаю по твоему мнению топ-3 блогер топ-3 пляс наш не тут знаешь не блогера а я сужу больше по контенту нет по подходу контенту хоть бы кто чем не сказал кто бы как ну мне на первом что процент у него подход всегда чё кто бы как не обзывался с томаевым братом пиздец стратегии делать кто бы чё не сказал как он там бля братан сколько видео сняли про эту ракетку сколько бы чё не сказали что не один хуй не играть а бля 2 миллиона подписаться в телеграме он пиздец красавчик кто бы чё не сказал то будет как что там гонки эти не проходили на ёбка не на ёбка кто бы чё не говорил к сути ставится сутью брат смотрят смотрят как не это вчера на подкасте сказать еще умы я гулял натуре в жизни такой как в инстаграме для я думал ты пиздец другой поймут тихий спокойными как вот еще начнем подожди разговаривать как только начали разговаривать ну брат третьего не кара кара ну бля ты выброс да ну бля ты чё с самого начала поэтому где кто бы че искала на бога в любом случае в любом случае поддержку топ-3 артиста артиста просто интересно иногда я тоже бизнес страдается поэтому иногда слушаю поэтому были да не забрать просто я не знаю их именами попустим но слушай короче ну слушай все же жены слушай что ясно просто в рок на он нравится урок не даже так убил оптиза бляну improve г ладжа на что приходится ниггеров включать сюда были поэтому тоже аркадий доме канавы биля еще легенда поэтому были не знала всех слушай я всегда были обратно там только не видел понял какие танцы а ты телеграм развиваешь вообще-то там 20000 там развивать телега защитить обещал в телеге должен быть почему ты видишь я торможусь везде понял либо выстреливаю разом типа за что там мешали позвонил сказал брать надо банки значит это на youtube заливаю понял обещу чем в этой сфере ты должен либо у тебя должна быть ебнутая команда которая ведете телегу тут ты придумаешь youtube тут 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 ну бля брат я допустим всю жизнь понял всегда свое любил собирать и мне трудно там тут везде тут либо допустим что-то снять на youtube это в натуре должно быть интересно как другие там есть что-то ты собрал интересное вот так как лишь у меня показ сотрудникам проблемы я даже не знаю чем не делать пешком ходить нельзя снимать видео с машинами нельзя судом болеть это вообще что такое на почему снимаю потому что мне похуй в лоб говорю с таком нет закона блять чё у меня два с половиной года лишили блять не снимать не заниматься все что сразу сразу где были это закон ёбаный рот были вы чё гоните в чём не вообще тогда из дома не выходить больше я не поймал ничего делать из-за брат вот я тебя показывал пять минут назад звонок блять позвонили вообще сказали блять машин не подходить блять вы что за дела бля видео одно стал все ты уже насаждение блять а если кто-то другой подает то ли вы я верю всему как ты отыскал ракетка ты же ты же рекламируешь что-то печенька брат объясню я рекламировал я рекламировал эту ракетку ну как бы как есть бы всегда хуй сосили брат кто бы чем стал всегда хуй сосили постоянно а печенька брат там пять тысяч игроков понял брат ну там они не зарабатывают миллионы ну в натуре там люди зарабатывал забрал разными способами не братом они в натуре хоть убей люди даже все натуре там 300 рублей за 5 минут заработать брат они вообще спасибо вошли зато честно братом ты невозможно проиграть дохуя денег там невозможно это сделать ну блять ты не давай совсем но выиграть ты братом натуре ты там я прям щас за дети блять 5000 по дому задвинуть три минуты максимум натуре части вы и люди если адекватно они забрали там тысяч рублей они уже все равно хоть где-то они в натуре выиграли братом бесплатно за те но зашел выиграл ушел за это у меня ни одного поэтому я и чуть ли не каждый пиарю я там зарабатываю не с того что там кто-то проиграл мне это нахуй на дыши просто то что люди рекламу платят то что говорят вот брат имя за определен фиксу потому что люди там не особо не проигрывают на себя выиграл бы справа что нахуй еще и рекламируются там не проигрывают правильно это понял сучить им нужны не проигрыши а количество участников ну там для определенного болта в бирже что потом как это тапах хомяка понял кто ты вот тапает а тут и туда еще день а тут на торе ты можешь заработать там не ты не миллионы братом миллион невозможно заработать там под если каждый день игра там 5 7000 можно каждый день делать на тело разоблачение кто-нибудь снимал да ну бля не разоблачение 1 я тебя скину ты поймешь что за звонит брат можно приехать тебе там типа вот мы тут снимаем про вас выпуски по праву гонщиков я такой добра давай без проблем понял типа приезжай конечно по кайфу давай расскажу тебе вот как тяните не заебал есть бесправки и похуй я никого не принуждаю я езжу как я хочу это моя жизнь что-то все снимал да слушай а потом выходит выпуск где он говорит про меня что у него все машины это орудие убийств сотрудники бездействия чуть не меня наркоманом там не выстрел что вообще-то мне короче обхуй со себе я-то думал нормальный тип пришел доверяй на проверяй да брат не знал что я в натуре запереживал понял что я сейчас какой-то еще ну а так разоблачение никого вот так вот я ничего в своей жизни делать такого чтобы за меня разоблачение я каждый день с аудиторией вижу считаю образы сходки да я себя какую-нибудь делал бы наверное я боялся бы увидеться понял там чё-то еще а так люди приходят там один кто-то пытался вот братан на сходке подходит ты там рекламируешь день на хуй вопрос от одежды был боем вовсе нах ты подошел когда ебаться иди отсюда бля ты чё бля ну типа не боюсь номер мероприятия то что брат за мной ну вроде натуре даже блять все мои розыгрыши огурю блять кто не верит бля приди вот бля уже последний машина дал придите сюда сами ты понял что ты есть честно все честно бы никогда обратно чем объясню почему никогда не наебал брат я с этого зарабатывал нахуй мне за какие-то там 500 600 тысяч кого-то обманывать брат ты чё гонишь есть люди контингент людей которые не выиграл чего-то понял они всегда будут говорить что блять чуть ли не пидорас ты понял я тоже дам понял разыгрывал там три машины бэху там жигу и жигу на пневме идеально братана она как бы без пневма без колес стоил 1300 ну образа да ну там тысячу 250 типа этого за 1000 рублей выиграл а я понимаю колеса снял как бы уже цена тачки салон 250 с ними там ну 300 понял он там меня обхуесосил бля вот он забрался ты так машину ты еще меня обхуесосил понятти вот людей контингент такой я уже последний раз когда там просто так сказал говорю хотите четверку церковь золотую чуть ли не слады просто на телегу ко мне зайдите просто бля вам там дело пять секунд я завтра же вам ее дам и говорю кто хочет чтобы вдруг ты бля опять не верит придите сами тыкните я запустил эфир отошел нахуй оттуда там человек сто стоят понял сами тыкует мне вообще было похоже мне не искали уже я пидораска уже до такой степени меня клинит у людей такая вот кто не выиграл что-то они все равно будут думать что ты блядь хуялый какой-то ну братан в корпус вот поэтому люди такие за что когда ничего то не выиграет они бля буду тех усосить поэтому давай знаешь вот там много смотрит ну по сути молодежь да ну вся молодежь подросткового пару на пустое все тоже было пару на пустое число пацана цитат куда надо да не какой-нибудь от просто вот они с тобой на блядь их пример я чем-то думал бы об этом посидели в машине блядь брат да не знаю тут за я не хочу никому ничего говорить это делаю каждый своего объясню почему ты даешь ему вылетит это через голову через пять секунд пока вот мое мнение узнаешь я вот себе себе это всегда говорю пока ты сам вот я тебе живой пример брат я более до 20 до 18 лет даже экскурсии ни одной школе не было брат блядь у меня мама до москвы на почте работа ничего не делал вашей в этой жизни воровал не условка была ты знаешь всю жизнь пока ты сам 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 не захочешь ты ничего не взял что это жизнь вообще если хочешь блядь дома сидеть не развиваться сидеть хочешь блять тот воровать вару хочешь ты пакнул пока тебе сама голову не придешь нужно блять как то что то жопу свою рвать были обратно тут 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 почему то есть ты же видел меня на всех что амирам и литве все я всех знаю всех везде был брат потому что объясню почему не то что я кому-то брат вообще никому в жизни ни одном блогеру не писал даже были образа кто-то зовет куда-то там тут собираю все вот эти машины для того чтобы удивить людей понял где вот для такой себе позицию сделал я хочу удивлять людей понял поэтому ну и он и суть хочу то что блять целится куда-то брат его должен вот захотел это иди делай это понял не получилось тут иди дальше не тормози просто никогда почему блять лишь меня меня решили всего что считается брат я щас саду за руль глоток пиво да мне в тюрьму поставить все брат уже до такой степени у меня суд судом запрещено есть снимать видео брата закона нету я сбил он блять неделю назад до сейчас его пока ногу буду стояли он говорит я ваху братом на тебя и на меня такая хуня то что брат запретили суд суд запретил заниматься все что за транспортным деятельностью что нахуй то что такое ебать неправнейший ничего у меня не было они не могут мне даже лишить но убьются как уже до такой себе мне ничего нельзя делать братом по сути я же не торможу пошел тивальность мать понял что это хуйня зовут ну как бы там они взлетают есть помню помню как то мы снимали пранковать понял я могу только угорать это понял блять никогда уже начинать я вижу что понял как ты их заделал блять обидно скажи я не могу так понял блять как будто я себя чувствую пидарасом полосит еще выложить потому что так жестко и хуй заживаешься блять еще скажет и пидарат поэтому пранки тоже не мою только братом тачки что я умею еще делать меня в рдс сейчас расскажу тебе историю все думаю блять берусь за правильный этот иду в рдс хули спонсоров бля уже миллион мог для миллионера могу быть прихожу в рдс такой хочу дрифтить дар дает приору я там блять так прошел площадку всю понял что ебать там люди которые блять 10 лет в автоспорте говорят ебать это кто такой уберите его находится давай охуенно все думаю все это моя ниша буду там понял мне говорят либо должны быть права либо не должны быть за пикой я понял приношу их туда и есть один не буду называть его имя которое просто в лоб говорит это тоже запекли понял нахуя ты вообще говоришь понял ну зачем нахуя ну и все меня не пропустили и вот жду полгода еще либо тому же спонсоры накинулись поню гоша в автоспорте вы чё гоу там тут контора тут я уже думал в натуре нахуй мне это нелегальная движуха и тут могу миллион заработать его автоспорт моя движуха мой дрифт чем не туда пару кругов дал пару миллионов заработать домой пошел и тут меня этого даже лишил пидораса ну понял нахуя так делать просто вот этого не плыва и ты ничего не можешь сделать и поэтому вот видишь ты бля ну не тормозить братан если ты остановишься все это вот опять как тогда будет держу да держу держусь из-за того что если тормоздусь зачем ты себе мотик да у меня всегда будет и просто не знаю как первый мой помнишь я просто почему долго не ездил это нога помню когда я на заднем ехал и таксисту решил выехать в этом и делать было нехуй понял все в моменте ты ничего не сделаешь брата и что сзади и там поворот такой понял ты никуда не сидишь и таксист просто не видит что ебать хуйня ездит просто ему похуй было просто выжил выехал и все блять ну и все я просто не садился долго да и мод ты нам очень не успеваешь ничего снимать я же не езжу с этой гоупропа ну как долбар я блять 300 блять меньше 300 мы никогда не ездим понял и ты блять когда тебе поснимать даже некогда понял из-за этого я вот так в стоячую водку сюда еще не страшно 300 да блять ты 1 10 просто это адреналин брат это тут есть все проблемы либо идешь бухать либо кто-то наркотики употребляют либо кто-то еще вот я тоже либо буха либо что-то там уходил куда-то бля в загулы понял но тут блять и поймаю что ты можешь сесть туда я всех проблем был просто 5 полчаса покататься ты ничего не за ты привозь домой спичь за 5 минут засыпаешь вот это это сейчас я просто начал палить павел мод никогда не полил по нахуй не надо за мод 50 ты как не данную бывалую историю плячет настроение хуёвый и пропал на сутки я думаю все звонят все 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 ты не разбился я думаю да бля просто катался с пацаном гулял почти забыл про заграны самом деле все вот такая хуня блять если уходишь гулять все братан за что на лубянке ты до 6 утра стоишь понял там со всеми хохалую что все поехал туда хули читать и всю москву вот вот здесь весь круг по мкаду вот понял ночью я у ровно блять за 12 по сути вот и всю москву проехал да блять ну суть просто понял ты туда туда-то носишься полу хочется везде вот 6 утра пришел домой всем и бать с нашим образом жизни в 4 вечера только проснулся 2 часа пока покушал расходился туда-сюда блять всем уже и бать меня там все потеряли 153 пропущены понял а я по сути были опрос погуляла на моте ты никак не посимаешь вот мартышек снимаю жопу это каждый раз ну блять то есть их не снять брата контента не будет это сейчас просто начал мод полить но я в больно то погонится что буду ставить брады такой вопрос он самораспространено в инстаграме на которые всегда натыкаюсь по твоему мнению в чем силы бля ну правда знаешь тоже бывает такая ну точно не в деньгах наверное бля трудный вопрос продажи понял вот блять бля загнал понял на него надо в натуре понял задуматься кто-то думает лишь как mail показал mail показал натуре как будто бы вся сила в банках понял но он по факту все показал понял я считаю все равно правда блять ну правда но объясню тебе еще вот как власть допустим ты прав но все равно понял тебя гасит понял и вот доверие тоже такой вопрос повел на него трудно ответить я вот я лично не знаю в чем все хоть убею я все равно скажу правда брат но мою правду когда зашь я в натуре прав и ты моешь с государством один хуй блять я буду сидеть один хуй я мне сделаю подал ухти я прав брат я ничего не сделал да по сути где-то может что-то кто-то вижу кто-то в деньгах родные да вообще ну точно баб не очень точно не баб наверное правде брат ну смотри перед кем понял ты в чем как ты в чем я думаю в правде всегда правда простоте и вправе не простота это сто процентов ну блять точно неправда наш у кого власть тут и прав возможно вот так я скажу ладно все брат а взял обратно давалился всем спасибо за просмотр всем хорошего позитивного настроения а самое главное ладно не на самом деле просто живите своей жизнью кайфу никого нахуй не слышите если кто-то вам скажет что вы не прав особенно ваш кент он вам не кент все всегда спасибо за просмотр всем пока